Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Ефраим Мозес Лилен. Иллюстратор-гравер, особенно известный своими искусствами на еврейские темы и своим влиянием на художественное движение школы Бецалель. Иногда его называют первым сионистским художником. Родился в 1874 году, тогда еще в Австро-Венгерской империи, в Дороговоще-Галиции. В 1889-1893 годах изучал живописи, графики и выгодения художеств Кракови. Учился у польского художника Аяна Матейко. Член сионистского движения Лилен несколько раз ездил в Османскую Палестину в период с 1906 по 1918 год. Лично присутствовал на Пятом сионистском конгрессе, проходившем в базе, в качестве члена демократической фракции оппозиционной группы, которая поддерживала развитие светской национальной культуры. Был одним из двух художников, сопровождавших Бориса Шатца в поездке на территорию нынешнего Израиля в 1906 году с целью основания Академии искусств и дизайна Бецалель и преподавал в первом классе школы в 1906 году. Хотя его пребывание в стране было недолгим, она наложила свой неизгладимый подпечаток на создание стиля. Берец Сраэль, поместив библейские сюжеты в сионистский контекст и восточную обстановку, задуманную в идеализированном западном дизайне. Первые два десятилетия века работы Лилен служили образцом для группы Бецалель. Я пользуюсь данными из интернета. Известен своими знаменитыми фотографическими портретами Теодора Герца. Он часто использовал Герца в качестве модели, считая его черты идеальным воплощением нового еврея. В 1896 году получил награду за фотографии от авангардного журнала «Юг». Лилен проинлюстрировал несколько книг. В 1923 году в Нью-Йорке открылась выставка его работы. Умер в Германии в 1926 году. Его честь названа улица в Иерусалиме. Вот так вкратце о иллюстраторе и гравюре Ефраим Мозес Лилеев. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!